Итак, продолжается матч чемпионата высшей лиги Нижегородской области по хоккею шайбы среди мужских команд. Напомню вам, Саров Инвест встречается с командой Уран, город Дзержинск. И после первого периода счет пока 1-1. У команды хоккейного клуба Саров отличился Игорь Поздов. У команды из Дзержинска отличился Дмитрий Радчук. Очень хороший хоккей сегодня показывают команды. Чувствуется борьба, никто не хочет уступать. Я думаю, что так будет продолжаться до конца этой встречи. Первую игру хоккейного клуба Саров и команда Уран-Дзержинск проводили в Дзержинске. И тогда матч закончился со счетом 4-3 в дополнительное время. И тогда Саров Инвест за 11 секунд до конца дополнительного времени уступил команде из Дзержинска. Очень было им обидно. Сейчас неточная передача от Сергея Калинина. И дают снова возможность бросить с поворотом гостям сегодняшние встречи. Выиграет Константин Поляков вбрасывание. Выводит шайбу Саровчане из своей зоны. Калинин неплохая передача на пятачок, но никого там не было. И контратакует Дзержинск. Геремеев сильно по борту запускает шайбу. И Саровчане опять выводит ее из своей зоны. Будет бросок поворотом. Да, шайба попадает. Выградительную сетку. И кого ушла шайба, кто ее касался, там и будет вбрасывание. И так вбрасывание в зоне океана Клуба Уран. А это значит, что шайба ушла от клюшки гостей. Бросок поворотом. Не попадает сейчас Андрей Калашников. После выигранного вбрасывания отличная была возможность у хоккейного клуба Саров Инвест бросить, точнее, простите, отличиться в очередной раз. И пополнить копилку заброшенных шайб очередным голом. Но, к сожалению, Андрей Калашников не попадает поворотом и снова атакует Дзержинск. Вводит Саровчане шайбу из своей зоны. Нет, так не получилось у них пока вывести шайбу. Бросил сейчас защитник Саров Инвеста. Шайбу в зону гостей сегодняшней встречи. Вновь бросок поворотом Александра Малова. Еще один бросок. Александр Малов сегодня в хорошей форме. Ну, собственно говоря, и команда гостей не дает ему расслабиться. Достаточно много бросков сегодня уже было. Чего не скажешь о команде Саров Инвест. Ему не очень много она сегодня бросает. По воротам Сергея Машковцева. Но время еще есть. Есть почти целый второй период. Да, конечно, время уже прошло. Прошло. Небольшое количество. Полу пяти минут уже сыграли команды во втором тайме. Фиксируется пас рукой. И броски у нас переносятся в среднюю зону. Вновь шайба попадает в зону хоккейного клуба Саров Инвест. Очень сейчас опасно. Сергей Люкнев обыгрывал около своих ворот. Вылазит через свой пятачок. Начинает защитника. Оброс. Выбрасывает шайбу гостей из своей зоны. Теряет Никита Христаков шайбу на синей линии. Уже не первый раз, по-моему, у команды Саров Инвест. Тут такие промахи. Очень много ребят теряют шайбу при входе в зону. И до броска дело не доходит. Нужно, чтобы, конечно, больше бросков совершала команда. И меньше потерь. Особенно на синей линии, на чужой. Это приводит к контратакам. Как видите, после прохождения вновь синей линии теряют пока Саровчане шайбу. Команда у нас молодая. Достаточно, может быть, где-то не хватает опыта. И вторую шайбу забрасывают хоккеисты Держинска в ворота Александра Малова. И счет становится 2-1 в пользу гостей. Вновь автором заброшенной шайбы становится Дмитрий Радчук. Тут уже вторая шайба сегодня у него. Нужно собраться с Саровчаном, конечно. Вступать ни в коем случае нельзя. Также записали свой счет 2 голевых передачи Иван Волков Никита Соколов, если не ошибаюсь. Бросок поворотом бросал Игорь Поздов Напомню вам, что Дмитрий, простите, Игорь стал автором первой заброшенной шайбы у хайоккейного клуба Саров Инвест. Может быть, он порадует сегодня нас еще голами. Чуть больше 6,5 минут сыграли команды во втором периоде. Удается завладеть шайбой хоккейстом Саров Инвеста Попадает сейчас шайба Андрею Морыгину в ногу. Суть что неприятный это был бросок и до сих пор прихрамывает он. очередной бросок поворотом Александра Малова Такое ощущение что уже и судья играет на стороне хоккейного клуба Дзержинска из Дзержинска простите Вновь вбрасывание в зоне хоккейного клуба Саров есть возможность зацепиться с Саровским хоккеистом за шайбу но не совсем пока получается вновь очередной бросок с острого угла шайба опять попадает хоккеиста Муранов коньки в ноги куда-то доходит пока шайба до Сергея Машковцева и в ворота никак пока еще не идет сейчас неплохой момент казалось было уже что шайба попала в ворота но нет опять бросок по воротам окину клубу Саров инвест и вновь в зоне вратаря находится Никита Соколов номер 77 у команды Уран и шайба будет брошена в средней зоне выбрасывая за саровчанами и нужно шайбу выводить из своей зоны конечно очередная возможность у гостей бросить поворотом это был Комараков Владислав чуть больше конечно сегодня повторюсь уже не первый раз бросает хоккейный клуб Уран есть возможность дают наших кисты возможность бросать очередной бросок и опять от трикошета шайба попадает к Александру Малому да нелегко нелегко конечно саровчанам сегодня я думаю и держаску сегодня не совсем легко каким достойно сегодня показывают команды посмотрим как долго саровчане останутся без следующей заброшенной шайбы очередная атака Урана захлебнулась на самом пике не удалось им толком завладеть шайбой бросок первым на подборе будет хоккеист из второго клипнок есть возможность бросить поворотом но не попадает Сергей Клепнев сейчас и вот он наверное был один из неплохих шансов сейчас забросить вторую шайбу пока не везет сейчас будет удаление в составе окинов клуба Саров Инвест за дозерку соперника руками отправится на скамейку штрафников Сергей Еремеев Саров Инвест уже проигрывает 2-1 и сейчас еще и в меньшинстве вроде бы в четвером команда играет очень неплохо но повторюсь команда из Дзержинска очень опытная не удается пока Саровчанам шайбу выбросить из своей зоны вот после неудачной передачи это точно 2 минуты да есть будет удаление в составе команды Дзержинска и 4 на 4 продолжится матч отправляется на скамейку Илья Побрусев номер 66 продолжается встреча в формате 4 на 4 шайба урана теперь контратак саровчане Ох какой сейчас был жесткий момент можно на сцене вот как толчок на борт и вот очередное удаление будет в составе Дзержинской команды за умышленный выброс шайбы за пределы хоккейной площадки будет команда наказана стипендарным штрафом в пятером останутся саровчанами против четверых игроков урана выигрывает вбрасанной саровчане и удается им пока задержаться в зоне противника и Сергей Клепнев сейчас бросал поворотом Сергей Машковцев на месте хорошая передача на дальнюю штангу бросок сходу но сходят с плюшки шайба саровчанем уже в пятером передача передача нужно бросать что собственно происходит шайба вновь попадает кому-то в ноги если идут броски то он не попадает почему-то не в ворота очередной бросок попадает шайба опять в игрока и снова саровчане бросали но пока безрезультатно удаётся саровчанам без проблем войти в зону на дальнюю штангу передач и по-моему в штангу попадает сейчас шайба тем временем саровчанам играть в большинстве не так долго мимо ворот попадает сейчас Никита Хлистаков чувствуется что бросал в верхний левый угол ух ты выход один в ноль и Александр Малов спасает хоккейный клуб саров он есть от очередной пропущенной шайбы как же так получилось что между двух защитников побежал Иван Волков забросил не получилось выиграть вбрасывание саров очередной момент у Дмитрия Радчука вновь он не отличится во втором периоде больше вбрасывание выигрывает хоккейный клуб саров инвест это конечно заметно вне игры фиксируют судьи убрасывание будут в средней зоне снова шайба у саровчан опять не точная передача Роман Кузьмин бросал поворотом очередной бросок поворотом Сергея Машковцева снова шайбы гладеет хоккеиста Сарова вылетела у одного из защитников клюшка наброс на ворота первый будет Калашников на шайбе вновь будет удаление опять наброс поворотом и вновь шайба попадает в одного из игроков и очередное удаление будет в составе хоккейного клуба Уран за 2 минуты 47 секунд до перерыва второго хоккейный клуб Саров Инвест будет реализовывать численное большинство итак в хоккейном у команды Уран на скамейке штрафников оказался Иван Волков за подножку а у хоккейного клуба Саров Инвест Александр Емельянов за неспортивное поведение в формате 4 на 4 продолжается у нас встреча хотя могли саровчане быть в большинстве выводит Дзержинск шайбу передача на пятачок и выдается Григорию Иванину дотянуться до шайбы Григорий Иванин тоже какое-то время еще когда Саров играл по первой лиге выступал за нашу местную команду как вы видите повторюсь да люди уже поигравшие набрались достаточно опыта более возрастают команда опять же нежели чем Саров Инвест счет наверное пока такой на табло Атакуют Саровчане передача за ворота очередной бросок шайба замывает в небо и звучит перерыв сигнал на перерыв простите мы увидимся без нескольких минут шайба 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 шайба